Сейчас мы будем делать с вами блок отзыва. Их может быть сколько угодно, а я сделаю как пример один. Но вы по этому принципу можете создавать свои и как-то модернизировать их, доделывать, делать лучше. В уроке по Inkscape, когда мы делали экстра объекты, мы делали блок с нашим отзывом. Shift-A, Images, Explain и находим тот блок, который мы делали. Это у нас было Create Object, Extra Object, Files и мы смотрим. Это было два объекта, вот Man Subscriber и Отзыв. Добавляем их оба. Выделяем, смотрим, чтобы Use Alpha было и Emission and Transparent. Import, Rotate PXU 90, сразу смотрим Material. Так, всё отлично. Единственное, что оно у нас сейчас находится, по-моему, далеко от камеры. На две клетки переносим от бэкграунда. Ноль. Ну вот то, что надо. В принципе, всё находится в той точке, в которой нам надо. Тоже чуть-чуть мы его подправляем. Ну вот как-то так это у нас будет выглядеть. Но! Нам нужно изначально добавить две пустышки. Shift-A, точнее Shift-S, Cursor to Selected. Shift-A, Empty, Sphere, ну, давайте её сделаем побольше. Shift-A, Empty, и мы сделаем, я думаю, что Circle. То есть, вот будет Circle одна, вторая будет Empty такая. Circle мы назовём... ... 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 У нас контроллер отзыв. Жмем Ctrl-P, Object. Теперь выбираем мастер, точнее контроллер отзыв, Empty, выбираем фотографию и затем выбираем наш мастер Empty. Жмем Ctrl-P и жмем Object. Теперь смотрите, что у нас происходит. Перемещая мастер, мы перемещаем все остальное. Перемещая только контроллер отзыв, мы перемещаем только контроллер. Сейчас поймете для чего это надо. Давайте анимируем непосредственно появление этого всего отзыва. Опускаем вниз. В принципе можем вот так. Жмем I, Location. В принципе он вращаться у нас не будет, поэтому мы нажимаем только Location. Перемещаемся в 20 кадр и ставим на то место, где он должен находиться. Ставим I, Location. Смотрим, как это выглядит. Чуть-чуть, скажем так, что... Вяло чуть-чуть так. Поэтому мы переходим в 10 кадр и смещаем немного влево. И жмем I, Location. Теперь у нас будет по некой дуге двигаться. Так, ну меня устраивает эта анимация. Что дальше нам надо? Дальше мы должны сделать анимацию вот этой вот пустышки. Ее мы поворачиваем по Y. Rotate по Y. Я думаю, где-то вот... Получается здесь что? Ну... Вот так мы ее поворачиваем. И ставим здесь I, Rotation. В 10 кадре... В 30 кадре мы жмем Alt-R и жмем I, Rotation. Смотрим, как это выглядит все. Пам. Но это еще не все. В этом кадре для вот этого отзыва мы поставим Shape Case, то есть ключи формы. Tab, Scale, 0. Смотрите, что происходит. То есть его сейчас у нас нет. Выходим. Здесь мы ставим I. И в 30 кадре мы его проявляем. Единственное что... Давайте мы удалим. Я просто кое-что не учел. Скажем так. Мне надо, чтобы он появлялся... Shift-S, Курсор to Selected Tab. И давайте выберем здесь курсору. Мне надо, чтобы он появлялся из точки вот этой. Поэтому... Кей мы сделаем следующим образом. Scale в 0. То есть не вот здесь он будет уменьшаться, а вот здесь. Смотрим, как это выглядит. Видите, как он уменьшается. И мы его, этот Empty, которому он присвоен, переместим немного назад. Чтобы, когда он уменьшается, он был за фотографией. Чтобы он не перекрывал ее. Единица. 0. И смотрим, что мы сейчас сделаем. То есть вот у нас, что происходит. Здесь начинается движение. Окей. Давайте теперь поправим это. Здесь ставим 1. И ставим i. В кадре 30. Мы исправляем это. И ставим i. Смотрим, как выглядит это все. Вот. Единственное, что я думаю, что Empty можно еще провернуть. На самом-то деле. То есть здесь ее можно повернуть. Ротейт по Y еще больше. Я думаю. Вот это так. I Rotation. Да. Выглядит намного лучше на самом-то деле. Да. С этим мы справились. Что мы можем здесь еще сделать? Естественно, добавить спецэффекты. Здесь я хотел бы на втором слое создать спецэффект появления вот этого вот отзыва. Shift-A, давайте Shift-S, курсор to Center, Shift-A, Mesh, Circle, Rotate по X, 90, Ctrl-A, мы применяем Rotate. Перемещаем его. Давайте в Z перейдем. Режим 1. Перейдем камеру, естественно, давайте спрячем на какой-то из слоев, потому что она не всегда нужна. Сейчас, по крайней мере, при работе. Так. Давайте. Material. Здесь выбираем Individual Origin. Смотрим движение, какое у нас оно рисует. Мы все будем делать по вот этому, ну, где-то вот по вот этой вот линии. Так, давайте посмотрим еще раз. То есть нам нужно... Ой. G. Перемещаем вниз. И теперь смотрим. В принципе, мы можем вот сейчас Tab. И удалить вот какие-то точки. Я бы даже оставил бы вот эту. Так, и вот эту тоже, наверное. И вот эту. X. Verticals. Да. Z. Давайте Tab. A. W. Subdivide. Эту линию мы перемещаем сюда. Чуть-чуть. Вперед, чтобы она была видна. Это раз. Второе, я бы ее продублировал. Но вначале мы сделаем Alt-C. Curve. Shift-A. Добавим опять Circle. Shift-A. Alt-C. Сделаем его кривой. Переместим на какой-то из слоев. И сделаем следующий. Опять же, сформируем нашу кривую. N. Circle. Form. For. Action Line. Здесь это будет у нас Action Line. Так, переходим в кривые. Bevel. Form. To Action Line. И уменьшаем нашу Action Line. К нему мы применим материал Explosion. Explosion. Так, давайте 0. Поэтому сейчас я не вижу смысла. Давайте еще, наверное, уменьшим. Не вижу смысла сейчас ему применять какой-то материал. Единственное, что мы можем сейчас сделать, это анимировать, естественно, его. Так, я бы даже сказал, что мы вот эти вот можем тоже удалить. Да. Анимировать мы будем следующим образом. То есть, в момент появления, даже вот здесь, я бы сказал, вот он появляется. Здесь у нас все будет в нуле. I, I. Здесь у нас все поднимается в единицу. Здесь. И где-то вот в сороковом. Опять же, этот единицу. Смотрим, как это выглядит. Да. Оставим так. Единственное, что Shift-D. Я его хотел бы продублировать. Причем... Причем... Вот как-то так. Даже, я думаю, вот так сделаем. Да. Ну, вот что у нас получилось с Action Line. Окей. И, естественно, мы можем сделать Shift-A, даже не Shift-A, добавить сюда взрывы. То есть, стилизованные наши взрывы. Стилизованные эффекты. Ну, я хочу Line сделать. Object-A, Link, Object, Make Local, All, A. Давайте включим, где он у нас появляется. Вот он появляется у нас полностью в тридцатом кадре. Поэтому в тридцатом кадре у нас уже должен быть какой-то взрывчик, да? Причем он должен быть где-то вот здесь. N. Явно он должен быть меньше. Ну, где-то отсюда он будет начинаться. Так, давайте заходим в TopShit. A. G. A. G. Смотрим. Поздно. Он здесь должен начинаться. G. Да, где-то он вот здесь должен начинаться. Г. 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 так здесь опять же можно играть очень долго с этим всем хочется чтобы выглядело все красиво так окей у меня устраивает это shift и давайте добавим еще один здесь чуть поменьше все выглядит как будто по да вот так так давайте посмотрим при рендере как это будет выглядеть сейчас вот проблема что у нас артефакты пошли из-за того что я подозреваю что наши взрывы расположены то что подозреваю а уже вижу что это так естественно здесь они будут уменьшаться вот так и тут естественно перемещаются сюда вот теперь кажется что мне их надо увеличить здесь мы применяем материал такой же как экспозицию экспозицию материал то же самое для это экспозицию материал control с сохранила его этот кадр как шут 3 давайте отрендерим ну вот выглядит довольно таки хорошо вот эти линии мы можем попробовать сгладить вот как это все выглядит что можно еще сделать вот этот выскок когда выскакивает empty мы можем подправить и сделать более таким пружинистым это движение граф эдитер мастер здесь отойдет по оси z то есть мы все остальные можем отключить жмем в 3 здесь сделаем следующий альта то есть это был какой-то такой скачок который не совсем мне нравится вот более плавно уже ну вот мне уже результат нравится вам окей теперь нам осталось мы это не закрываем окно теперь нам осталось уход этой картинки то есть мы 20 где-то 44 давайте где-то оставим до еще пол то есть пол секунды то есть полторы секунды 24 плюс 12 это получается 36 плюс 20 56 вот на 56 секунде мы жмем ай на локэйшин и плюс 12 это получается 68 до 68 мы убираем это из вида ай локэйшин альта да то же самое мы можем проделать и здесь с локацией с локацией с локэйшином точнее по за то есть мы можем начали сделать такую некую пружинку в вот как то выглядит вот с пружинкой она выглядит как-то поизящнее мне кажется так может вам сейчас не видно так ну все принципе я показал как это делается здесь мы опять же даем где-то давайте дадим 2 секунды жмем и control с здесь я показал принцип этого всего вы можете опять же сделать здесь action линии по движению вот это вот картинки таким же образом как вот здесь показано можете добавить взрывы можете добавить какой-то визуал еще дополнительный но я на этом остановлюсь и мы с вами уже встретимся в следующем уроке все до скорой встречи в новом уроке